всем доброе утро мои хорошие начинаем с вами новый влог нам сейчас привезли песок это чтобы делать до конца тротуарную плитку игорь пошел на улицу встречать а мы с леткой собираемся чуть подальше в соседний район съездим и погуляем с нашей сестренкой такая золотая середина и она туда приедет и мы приедем погуляем немножко в парке коляску возьмем может быть летка конечно уснет а потом приедем я вам покажу уже что игорь вчера фикс прайсе взял покупочки минималисты я еле еле как просто добрала до 500 рублей потому что чтобы делать заказ в интернете надо на 500 рублей набрать так что вот пока все разложила приеду уже покажу вам что давайте я вам покажу покупки из фикс прайса я делала заказ онлайн и мне нужно было добрать на 500 рублей игру же приехал забрал я всегда так делаю чтобы он не ходил выбирал после работы время на это не тратил и просто мне было так тяжело набрать на эти 500 рублей я еле как просто накидала товаров потому что мне нужно все по факту давайте с первого начнем мне первое то что мне нужно было это мой любимый честин всегда беру два штуки я им все моем и конечно же отбеливаю детскую одежду девчонки уже несколько раз показывал кому интересно у меня много влогов есть как я ее отбеливаю видите он для белого подходит и в машинке можно тоже отбеливать добавлять короче вообще такого средства универсальное попробуйте 55 рублей у всего лишь оказывается вот дальше что-то у нас унитаз начал желтеть вот этот не помогает почему-то для унитаза я взяла попробовать хомстар раньше брала беленький для кранов в этот раз взяла попробовать для туалета надеюсь вот поможет и отбелит хоть немножко потому что я даже лимонной кислотой пробовала тереть все равно далее мы теперь не изменяем вот этим вот пакетом тоже всегда берем бон хом с завязками без завязок прям очень неудобно тем более мы с леркой сами относимся до мусора вот здесь 60 литров 15 штук но я не помню мне кажется то что эти мешки будут нам большие не знаю короче тоже 55 рублей по моему они стоили за 15 штук дальше игорь в машину взяла положить маленькую упаковку салфеток большую не стала брать потому что в машине всегда жарко и они быстро испаряются пускай будет ему руки протереть либо мы когда гулять ездим да не всегда берем салфетки забываем они будут самый раз тоже около 17 рублей не были дальше это конечно никуда без них кстати по моему фикс прайсе они самые дешевые тоже около 17 рублей с курочкой сейчас как раз буду кушать мы только что приехали погуляли и я прям жутко голодная сейчас как заварю покушаю но игорь иногда на работу берет потому что не всегда лерка дает приготовить покушать и они всегда выручают бигбон самый-самый вкусный лапша дальше губочки либо пятерочки беру либо фикс прайсе обычно я их просто часто меня и дорогие мне не нужны или там одноцветные до бежевые я просто их в шкаф с посудой кладу и они мне не мозолит глаза вот такие вот разноцветные дальше закинула батарейки не знаю нормально не нормальные вроде раньше брали мне они нужны для детских игрушек сейчас везде эти батарейки везде они садятся но надо было еще докинуть конечно мизинчиковые потому что мизинчиков больше у лерки в игрушках чем вот такие вот тоже 55 рублей стоили 10 штучек ну и кстати вот эта гречка да благо я увидела фикс прайсе девчонки пятерочки открыть сейчас открою короче девчонки такая гречка в пятерочке стоит почти 80 рублей когда со скидкой когда без здесь она стоит по-моему 55 рублей если не ошибаюсь у велка мне больше всего нравится от нее нет какой-то желтой воды очень вкусная я сейчас беру только в пакетиках здесь пять штук это мы один пакетик делим на двоих потому что прям ну там огромные порции мне сейчас так намного удобнее варить ну и взяла бреф для туалета они вот очень вкусно пахнут многие хвалят бреф больше чем до места тоже 99 рублей вообще кидала в корзину морской но мне положили нежная монголия но сегодня я спала я даже сквозь сон чувствовал вот этот запах так что вкусненький сейчас тоже будем унитаз мыть пом старом расскажу помог не помог и вот эту штучку повешу вот вместо освежителя на всех выручает вкусно пахнет вот такой у нас был заказ на 500 с лишним вышел всем привет вы снова с вами короче лерка взяла уфнула у меня на руках мы с ней продрыхлись два часа так без одеяла холодно на диване вот папа тоже 6 часов проснулся поехал в ночь на работу мы покушали все вместе лерка сидит с моей косметикой играет пришлось дать косметику потому что мне нужно записывать в инстаграм рекламу я всегда стараюсь записывать и влоги и рекламы вечером потому что уже говорила да когда падает дневной свет дома сразу фон желтый становится некачественный а когда включены точные светильники у нас дома качество сразу видео хорошие из-за этого у меня вот ночная работа вечерняя да вот в спальне да я могу закрыть шторы они у нас blackout включить точные светильники и тогда качество вода хорошее я часто снимаю из-за этого чаще в комнате короче снимаю потому что вот там и белое все и свет хороший а здесь у нас шторы плохие и свет все равно просвечивается и вот даже когда включаешь и точные светильники из окна короче свет падает но это вообще качество никакое а еще смотрите что нам подарила моя старшая сестренка лерки а на первый день просто рисовал рисовала рисовала а потом там же на ручке маленький стержень с магнитом она этот магнит то ли съела то ли вытащила а я как раз пылесосил и теперь мы его найти не можем прямо супер супер маленьких и теперь она просто на этой доске вот такими маленькими магнитиками чик чик ставит и все вот так вот но по-моему такие штуки есть фикс прайсе я видела кстати меня бесит то что игрушки нельзя заказывать онлайн вот как я вчера сделала заказ только можно брать в магазине всем привет еще раз у нас сегодня следующий день игорь тот заказал землю вот недавно только привезли песок мелкий для плитки сейчас привезли землю в теплицу ну и нам нужно участок поднимать а я тут помыла подоконники все помыла теперь беленькие беленькие почистила их пасты green way но вот здесь все равно немножко не очистилась а здесь прям идеально все стало а мы тут наводим порядок игр сейчас снял шторы говорит так вообще сразу просторно много места стало пока не будем их вешать хочется вот этого свободы свежего воздуха белого цвета побольше так что здесь тоже еще с ними и все и будут у нас тюли только я сейчас пойду стирать шторы но все девчонки наступила теплая погода наш папа сразу же ушел на улицу у него много работы землю песок таскать сейчас он засыпает землю в теплицу скоро нужно сажать помидоры огурцы будем еще заказывать чуть позже землю чтобы поднять участок как так как у нас местность болотистая у нас здесь вода уходит очень долго и нужно поднимать участок до чтобы не было воды чтобы можно было все сажать но ближе к 6 вечера мы хотели все втроем моя мама и корс ездить на кладбище кто знает у меня 1 января умер дедушка мы хотели посмотреть могилу осела на или нет поправить землю у меня там и папа похоронен и два дедушки и бабушкой и много-много родни как еще находится практически рядом с нами тоже кириллова деревня вот и просто убрали все листья могила не осела все в порядке все-таки хотелось перед пасхой немножко убраться так как все начнут на кладбище приезжать и хочется чтобы все было чисто но ближе к пасхе уже там родительская будет вербная да нужно поставить цветочки сейчас конечно тяжело то что невозможно во дворе что-то сделать или игорю помочь нужно сидеть с леркой вот приходится и это на коляске катается сейчас она и в песочнице у нас играет и камушки кидает все интересно игорь у меня один ну а скоро будем уже все сажать в теплице я стараюсь что-то делать только когда лера спит а спит она сейчас только один раз мы перешли на один сон также у меня в инстаграме спрашивали где же на забор и чонки забор уже давно куплен да и вокруг профнастил куплен и перед куплен мы ждем икоре папу когда у него будут выходные когда он сможет они будут вместе с игорем делать так как у игоря все равно мало опыта и одному еще пока страшно делать вдруг что-то испортит мы сегодня кстати сняли на первом окне шторы сразу дома так все просторно стало свежо мне очень нравится такое состояние весной когда открываешь окна моешь пол протираешь пыль мы сыгре прям убрали все все лишнее какие-то пледы до из дивана чтобы пыль не копилась игоря самому очень нравится такое состояние когда вообще ничего лишнего нет он тоже этого не любит мы даже не любит до когда шторы на окне тоже любит белый цвет лет все-таки тоже решила вернуть комнату здесь ему самое место все-таки когда каждый день расправлена кровать выглядит неопрятно даже то же самое да что я если я не накрашусь я потом целый день хожу какое-то настроение если с утра себя приведу в порядок сразу можно сразу энергия появляется и также с кроватью а когда кровать расправлена просто хочется плюхнуться туда лишний раз если с телефоном например ляжешь потом тяжело уже встать еще лет к придет начнет грудь кушать и мы вообще вместе туда засыпаем тут немножко в комоде решила убраться опять что-то копится копится постоянно тороплюсь кидаю и мне потом все это мешается я избавляюсь и вот есть сейчас просто уже скоро наверно приду к полному минимализму весной все уберу кстати я сломала колечко недавно уже второе колечко свое ломаю просто пополам так что нужно как-то отвести в ремонт наладить сейчас протираю пыль кстати пятерочки еще купили краски для пасхи и наклейки чуть позже покажу уже на видео увидели доставала их еще частенько мне прилетают такие комментарии люди которые не верят просто в минимализме начинают какие-то подколы писать не знаю мы вообще с мужем очень любим минимализм нам легко и совсем это не трудно когда все у тебя по факту сейчас в магазин в любом месте можно найти и все везде можно купить так что вообще мне кажется это бред просто и не нужно жалеть вещи когда вещей много сразу ты кажешься бедным когда у тебя в доме минимализм как-то более это богаче выглядит и сей и ты себя чувствуешь богаче мы с лерочка хотим поделиться какую мы вчера красоту в пятерочке купили для пасхи у нас короче дома с того года еще пила перламутровые остались красивые я еще взяла наклеечки два вида и пастельные краски дай покажу дай покажу дочь давай покажем давай покажем давай покажем дочь давай покажем давай наклеечки мне что-то нашла уже первые смотрите наклеечки здесь кролики зайчики это вот я пастельных тонов сделаю яички и наклею наклеечки и сейчас еще вторые покажу вторые вообще классные давай покажу вот эти девчонки вообще красивые мне так они нравятся птички классные я цену не помню потому что мне муж покупал лет кто-то уже погрызла вот такой вот пасхальный набор пастель очень такой красивый там наклеек так много я даже думала то что нашу пятерочку не привезут но в итоге выбор вообще хороший я наверное сегодня еще схожу что-нибудь возьму девочки и знакомьтесь с моим новым жителем не сестренка вчера привезла вот такой вот от росточек монстера по моему вот такой вот он длинненький сегодня как раз у меня вот этот горшок последний остался и нам землю привезли вчера игры засыпет в горшок землю и я поставлю вот этот вот черенок от росточек потому что он еще ничего не дал но настя сказали то что можно просто его землю поставить он сам приживется как и замиокулькас кстати замиокулькас который я стебельки я отрезала я их засунула к нему в цветок не знаю прирастутся не прирастутся но это тоже сегодня посажу я очень хотела я прям обожаю вот эти вот зеленушки как искусственные они выглядят но в итоге живые да не цветут неприхотливые поливай себе раз в две-три недели и будет тебе счастье надеюсь они у меня не погибнут так что как пересажу покажу вам а еще большое спасибо моей лерочке она у меня сейчас частенько бьет посуду я даже благодарна ей немножко за это потому что иногда хочется сменить посуду это просто не знаешь куда ее деть хочется поменять что-то купить новое сейчас хочется всю посуду на белое сменить все кружки сменить да и посуды что-то набралось много что-то постоянно кто-то дарит или еще что-то у нас кухня маленькая хранить это негде и так половина посуды у нас хранится в кровати я даже немножко благодарна некоторые шкафы поменьше побольше в шкафах место стало с гарнитуры тоже все убрала хочу от специи от всех избавиться оставить только соль и перец что все везде просторно было так я уже приготовила лимонную кислоту и сейчас хочу достать поднос с этого шкафчика я очень часто мою он уже весь такой жёлтый весь налетом я его всегда мою лимонной кислотой так ну что поднос нас идеально чистый весь налет сразу же от мусса за минутки две и сейчас хочу приступить к чайнику у меня тут тоже уже давно налет вот хочу насыпать и прокипятить я наконец-то перешла к нормальной съемки благо лера у меня сейчас не трогать штатив спасибо и еще раз за это раньше она просто его таскала по всему дому когда я увидела то ли сейчас часто начала снимать она уже к нему привыкла и он стоит она просто мимо него ходит и хотя бы я теперь могу снимать для вас мотивация но вот когда я мою посуду например либо что-то в раковине до либо кушать готовлю есть сразу же нужно ко мне на руки смотреть нужно я ее сажаю на гарнитур но все-таки она только сковородке тянется да и все равно это более опасно а когда вот по дому что-то хожу делаю ей вообще пофиг она также ходит что-то смотрит не знаю кого так напишите у меня у одной или нет кто-то спрашивал сколько мы платим за электричество да многие спрашивают почему мы не проводим газ девчонки у нас дом всего лишь 55 квадратных метров и у нас дом отапливается только от теплого пола больше ничего нам очень этого хватает дома у нас зимой жара теплого пола достаточно включить даже просто один зал да и коридор с плиткой и остальные две комнаты уже в него будет все тепло и не знаю просто этого достаточно если бы у нас дом был побольше да то газ был нужен потому что затрат было больше зимой например у нас 57 тысяч выходит за электричество за весь дом не только за пол да и плита я и машинка там и микроволновка холодильник вот а если двухэтажный брать дом да например как у соседей там выходит 1014 15 за электричество вот им нужно как раз таки проводить газ а мы в этом не нуждаемся вот а летом у нас вообще очень мало выходит сам минимуму наверное было рублей 500 700 и самый максимум 900 у нас намного все дешевле выходит до чем жить в квартире мы специально искали такой дом маленький чтобы он был как квартира и участок был тоже маленький у нас участок 6 соток и там поместится абсолютно все и нам этого хватает так смотрите девчонки игорь забрал посылочку свал берез решила я заказать вот такие вот подгузники 700 с чем-то они стоили за 50 штук у нас размер м очка 5 10 килограмм не знаю на вообще первый раз такие вижу но почему-то отзывы были просто все шикарные я не знаю купленные они не куплены будем с вами проверять что достану вот такие вот они миленькие здесь мишка сзади нарисован девчонки но его по ощущениям вообще практически ничем не отличаются от джунис синеньких по моему если я не ошибаюсь может быть конечно эти немножечко потолще а так практически одно и то же но мы не главное чтобы они ночью не протекали но я короче заказала еще хаггис с микки маусом и еще заказала джунис я написала менеджером в инстаграме они мне пришлют на обзор вот с хаггис я сотрудничаю давно джунис мне тоже понравились но их носить удобно днем например либо вот скоро жарко погода до хаггис они толще и все-таки на жару лучше не надевать такие из-за этого я хочу перейти на лето на джунис посмотрим может быть эти тоже понравится цена как бы одинаковая практически так что напишите кто вообще пользовался и какие подгузники вообще выбираете вы какие подгузники летом деткам надеваете чтобы они были тоненькие и хорошие ну и лерочки пришла шапочка девчонки я сначала эльку заказала но потом резко не появились в наличии мочку взяла яска думаю все равно как-то для новорожденного так что м к думаю самое то будет где-то она от 48 до 52 что ли или до 50 такая прям она хлопковая классная ее разбирают тут же вы бы знали я так охотилась за размером за расцветкой там вот сразу же каждый час и отзывы каждый час кстати еще к такой шапочке можно подобрать и платьишко но платьишки там постарше для деток а для маленьких деток можно подобрать такой же ткани такого же цвета бодик с горлышком вот я думаю на весну может быть взять на лето например с джинсами или 100 спортивным костюмом там носить очень красиво будет я вот люблю когда на бодике и горлышко так что нам тоже закажу он рублей 400 стоит шапочка 330 что ли стоит вот так что советую вообще расцветки разные есть и я взяла пудровый цвет а еще вот кто из мамочек любит фэмили луки например такую шапку можете взять excel себе но у нее наверное подворот немножко меньше будет чем у ребенка маленькую уже с qm взять ребенку и вообще будет красота ну и давайте я покажу подгузник изнутри вот такая вот поверхность очень такая нежная надеюсь не будет протекать потому что сегодня у меня лерка опять проснулась в джунисах короче мокрая вся вся кровать у нас мокрая из-за этого я оставлю хаггис на ночь джунисы либо вот эти будем уже носить днем ну и многим интересно что же мы все-таки едим раз я ничего не готовлю давайте покажу игорь заехал в красное белое в ермолина магазин взял 10 штук сосисок они такие классические полукопченые мы их всегда берем делать сосиски в тесте также взяли тесто слоеное без дрожжевое очень оно хорошее я его всегда беру на торт наполеон когда сама делу но очень хорошо поднимается дальше взяли 5 по моему здесь до 5 чебуреков игр не очень любит так что я взяла себе три и два потом мы взяли попробовать вот такие вот котлетки я кстати все выбирала у них на сайте у них там выбор только ценники не написаны что есть написано так и здесь они внутри с ветчиной и сыром вроде 4 штучки взяли попробовать это мои самые самые любимые пельмени в ермолина это ермолинский с говядиной они плотные я люблю когда тесто плотное ну и давайте покажу что взяли в красно-белом как всегда йогурт фрутис четыре штучки вот эти вообще обожаю с манго потом всегда там берем горошек скумбрия кукуруза как всегда наша любимая морковочка по-корейски еще в ермолина мы всегда берем говядину тушенку очень очень любим с макаронами лерочка тоже обожает наверное сегодня будем готовить потом последний раз мы брали в красно-белом свинина балтийской копчено-вареная вот такой вот кусочек сколько здесь грамм 300 грамм очень прямо на вкусно мы вот полосочками режем и кушаем взял мой любимый сыр плавленый с ветчиной такой вообще классным кусочками вкусные вообще очень в красно-белом намного цены ниже чем в пятерочке например пятерочки если 120-130 если не больше стоит то в красном-белом где-то 100 рублей икра тоже где-то 90 рублей в красно-белом у нас пятерочки она стоит 130-140 такую берем копченую с лососем а вот чек давайте посмотрим как раз таки какие продукты лучше брать в красно-белом до морковка 70 рублей свинина кусочек 120 рублей кукуруза 55 горошек 57 скумбрия 70 сыр плавленый 99 стоит икра тоже 99 и йогурты по 19 ну по 20 рублей вот а в пятерочке все это на 20 30 40 рублей дороже и у нас пекут лепешки из тандыра тоже там где вайлдерсон забирают горячие сочные вкусные такой запах вообще они кстати еще делают с фаршем как самца внутри либо сыром но это взял обычные классические хлеб блин почему рядом с домом на хотя бы пекарни есть но я будет от таких лепешек тоже не отказалась но с пекарни тоже делают такой же лаваш но узбеки все равно это делают по-другому у них вообще очень вкусные лепешки игорь пошел землю как всегда растаскивать что в теплице посадить нам газон сегодня будет садить нам игре папа газон купил игр сейчас купил грабли будет садить лерочка у меня спит я и спать уложила и сейчас буду озвучивать и влог сейчас цветок еще покажу посадила пока лек спала так ну и посадила я своего нового жителя монстерку вот такой горшот горшотик у меня был я его давным давно покупала в магните у меня здесь стоял букетик киевский вот надеюсь приживется вот так вот я его засунула земелька присыпала полила поливая кстати кипяченой водой вообще напишите пожалуйста я не знаю какой водой лучше понять поливать что мне вообще сделать чтоб он не умер да знаю то что многие у меня занимаются цветочками посоветуйте что-нибудь пишите мне все 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 я потому что ничего не знаю буду благодарна ну и на этом наверно будем заканчивать наш влог я наверно пойду уже кушать готовить и нужно озвучивать влог пока лерочка спит потому что потом я этого не смогу сделать всех люблю целую жду ваших комментариях всем пока пока